Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Также кировчане, напомню, могут взять льготную ипотеку и платить не больше 6%, остальные заплатят бюджет. Такой мерой поддержки могут воспользоваться те, где с 2018 по 2022 год родился второй или последующий ребенок. За два с половиной года выдано кировским семьям почти 800 таких кредитов. В среднем размер ипотеки у семей от 994 тысяч до 2 миллионов 800. Срок от 15 до 20 лет. Размер платежа до 18 тысяч рублей в месяц. Программа Экономика. Госдолг Кировской области вырос на миллиард рублей. Он превысил 25 миллиардов, сообщает контрольно-счетная палата региона. Причиной стало привлечение краткосрочных кредитов из федерального бюджета. На них сейчас приходится большая часть долга – 18 миллиардов, 15 – это реструктурированные бюджетные кредиты, 3 – действующие. В начале 2020 года госдолг был немногим – больше 24 миллиардов рублей. За полгода расходы на его обслуживание составили 300 миллионов. В Кирове распространились фальшивые пятитысячные купюры. Об этом кировчан предупреждают в полиции. За последние несколько дней полицейские зарегистрировали несколько случаев распространения таких банкнот. Жители области призывают быть внимательнее во время расчета наличными и проверять купюры на месте. В случае подозрений на фальшивку следует вызвать полицию. Напомню, что недавно в Кирове задержали мужчину, у которого было 92 фальшивых пятитысячных купюры. Одной из них он пытался расплатиться в ресторане быстрого питания. Откуда мужчина взял подделки, тратил ли их в других местах, выясняется. В завершении валютах. Сегодня доллары стоят 73,43 евро, 87 рублей 34 копейки. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ Программа «Эхономика» на 101ФМ